Вице-чемпион прошлого года высшей лиги Нижегородской области хоккейная команда Кстова оказалась сильным соперником. На первой же минуте встречи хозяева льда смогли распечатать ворота Саровской дружины. И весь оставшийся период преимущества в счете и владении шайбой было на сравне к Кстовчан. Говорили в раздевалке, что не надо недооценивать соперника. То есть ребята, да, у них есть какие-то финансовые трудности в команде, но тем не менее они могут, они хотят. Поэтому вышли. Больше хотели, но сейчас будем немножко выравнивать. Ко второму периоду Саровчане подошли более собрано. Добавили скорости, начали создавать опасные моменты возле ворот соперника. Их усилия увенчались успехом, но распечатав ворота Кстовской команды за следующие пять минут, наши спортсмены получили в свои ворота еще две безответных шайбы. Остроты этой встречи добавляли постоянное удаление у обеих команд. Правда, реализовать большинство команде Саровинвест так и не удалось. Немножко не готовили это, не занимались этим. Ну, где-то придет к столу. Не можем, не можем пока большинство реализовать. Сейчас проведем беседу. Я думаю, что в третьем поправим немножко положение в плане мышиства. В третьем периоде саровчане смогли забить еще один гол ворота Кстовской команды, но на результат всей игры эта шайба не повлияла. Финальный свисток и на табло зафиксирован неутешительный для нашей команды счет 5-2. Я думаю, игра неплохая получилась. До последних минут упорная борьба. Спасибо ребятам, что нам удалось сегодня победить, потому что мы до этого в Держинске проиграли. Как бы нужно было реабилитироваться, тем более на своем льду не имеем права проигрывать. По игре равна игра. Чуть-чуть нам повезло. Следующая домашняя встреча ХК «Саров Инвест» пройдет в воскресенье 2 декабря. В гости в наш город приедет команда из Дальнего Константинова. Начнется игра в Ледовом дворце в 14 часов. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».